Казахстан 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 Создали банк и пригласили управлять менеджера из Англии. Я уверен, что этот банк будет уважаемый и ему будет доверие. И там не будет шуры-муры никакой. Ну если мы не доросли, на что делать? Постепенно дорастут ребята, опыт приобретут. Магжан, что вы думаете, имел в виду президент страны, когда говорил о том, что не будет шуры-муры? Это имелось в виду хищение бывшего топ-менеджмента БТА-банка или что-то другое? Магомед, во-первых, большое спасибо за приглашение на передачу. На самом деле наша беседа происходит в очень важный для нас момент. Мы буквально вчера объявили о завершении большого и сложного этапа работы интеграции БТА-банка и КАСК-Мирсбанка. Когда мы с представителем Совета директоров КАСК-Мирсбанка, господином Хольцманом, с членом нашего Совета директоров Кенесом Ракишевым были у главы государства буквально недавно во время форума, который проходил в Астане, тогда, среди прочего, мы проговорили статус по объединению, которое шло между двумя банками и получили поручение по дальнейшему развитию КАСК-Мирсбанка. С точки зрения тех проблем, с которыми мы столкнулись в работе, когда у нас шло объединение, они хорошо известны. Большой проблемный кредитный портфель в БТА-банке, в том числе связанный прямо с судебными процессами, которые с 2009 года шли во многих юрисдикциях. То есть в этой части, конечно, та формула, которая была найдена, объединение двух банков, которая была рекомендована международными консультантами, выделение хорошего, сильного банка на базе, основе КАСК-Мирсбанка, который будет фокусироваться на банковском бизнесе, который будет заниматься развитием новых продуктов и предложением их клиентам. С одной стороны, и созданием специализированной кампании по взысканию проблемных долгов на базе БТА-банка эта формула была реализована. То есть в этой части мы считаем, что те поручения, которые были даны, когда мы заходили в проект, они реализуются. Теперь, что касается, наверное, того этапа, где мы сейчас находимся, и, наверное, значимости и важности этой даты для нас. 30 июня 2014 года консорциум, состоящий из КАСК-Мирсбанка и Киеса Ракишева, приобрел у государства пакет акций БТА-банка. С того момента мы приступили к интеграции двух финансовых институтов, и была проделана очень большая работа, в которой мы очень тесно сотрудничали с всеми госорганами, с Национальным банком. И результатом которой стало то, что ровно через год, 30 июня 2015 года, мы завершили все практические аспекты, которые стояли перед нами. Все клиенты БТА-банка, вся фериальная сеть перешла в КАСК-Мирсбанк. В свою очередь, КАСК-Мирсбанк перевел, вся клиентская база, все было переведено на IT-платформу КАСК-Мирсбанка. Клиенты БТА получили доступ ко всей продуктовой литейнике КАСКОМа. В процессе мы обучили порядка 2000 специалистов работе на наших IT-продуктах. Фериальная сеть Объединенного банка значительно выросла. И сегодня можно говорить о том, что результатом этого объединения стало создание крупнейшего финансового института в стране. Макжан, а какая будет новая стратегия после объединения этих двух банков? И будет ли сделан упор на корпоративном секторе, поскольку сейчас бизнес остро нуждается в кредитовании? Либо сейчас другая задача стоит перед КАСК-Мирсбанком, это подсчитать кредитные портфели и исполнить обязательства БТА-банка. Смотрите, я приведу несколько цифр. До объединения филиальная сеть КАСК-Мирсбанка с точки зрения розничных депозитов, порядка 65, то есть почти 2 трети всех розничных депозитов КАСКОМа были в Алма-Ате. Сегодня этот показатель составляет только порядка 50%. То есть очевидно, что новый КАСК-Мирсбанк, который был создан в результате присоединения филиальной сети БТА, стал гораздо более представленным во всех регионах нашей страны. И очевидно, что новый КАСКОМ будет активно работать не только с корпоративным сектором, но для нас важными точками роста будут розница, малый и средний бизнес, но также и корпоративный блок. Вот в этом плане, наверное, из важных событий, которые также произошли, на прошлой неделе мы завершили сделку с фондом проблемных кредитов. Это была очень важная составляющая программы интеграции и объединения двух банков, потому что те 250 миллиардов, которые фонд проблемных кредитов разместил в КАСКОМ-Мирсбанке в качестве депозита 10-летнего, эти деньги будут приоритетно направлены на кредитование экономики. Поэтому уже в ожидании этого несколько недель назад мы объявили о снижении процентных ставок как в рознице, так и в малом и среднем бизнесе. И мы также ожидаем, что такое же снижение процентных ставок, если мы говорим, что в начале года у нас на рынке сложились очень высокие процентные ставки по кредитованию в тенге, мы считаем, что сегодня ситуация будет меняться. — Макжан, а насколько поможет 250 миллиардов тенге на 10 лет, которые вы получили, снизить уровень нефункционирующих займов? — Вчера, когда мы проводили совместную пресс-конференцию с Национальным банком, были даны цифры по снижению уровня НПЛ в системе, неработающих займов в системе. Если год назад мы говорили о том, что этот уровень достигал свыше трети совокупных банковских портфелей и в значительной степени был движим кредитным портфелем БТА банка, то по состоянию на 1 июля этот уровень снизился до 13. Здесь очевидно, что ключевой объем снижения произошел именно в портфеле Коском БТА, потому что там был сконцентрирован, в силу тех исторических причин, о которых мы говорили, был сконцентрирован большой объем неработающих займов. Рост кредитного портфеля, который мы ожидаем во второй половине года, и также те мероприятия, которые и мы, и все наши коллеги в банковском секторе продолжают проводить в отношении неработающих займов, должны позволить снизить этот показатель до заданного уровня 10%. Макжан, в конце 2013 года Назбанк установил лимит на рост портфеля потребительского кредитования до 30%, в апреле минувшего года ограничение на выплаты по потреб кредитам не выше 50% от заработной платы. Этих мер достаточно, чтобы избежать нарастания пузыря по потреб кредитованию, как вы считаете? Все меры были вовремя, это очень важные меры, потому что очевидно, что особенно, когда в конце прошлого года мы увидели ухудшение ситуации у наших крупнейших торговых партнеров, которое сопровождалось, было вызвано в определенной степени падением цен на крупные экспортные статьи. Очевидно, что с точки зрения того, какой объем средств могут заимствовать розничные потребители, это стало статьей риска для банков. То есть в этом плане та работа, которую Назбанк проводил в прошлом году, она очевидно дала результаты. Ухудшение портфелей в рознице в целом остановилось, по крайней мере, те уровни, которых опасались, когда вводились эти показатели. Они стабилизировались. Хотелось бы надеяться, что до конца года не произойдет каких-то резких ухудшений макроэкономических, вызванных, наверное, в основном внешними факторами. И тогда можно будет сказать, что те меры, которые были приняты, они свою ключевую роль в стабилизации качества розничного портфеля сыграли.